Итак, здравствуйте дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер и не пугайтесь, очередная серия прохождения Гран-Туризма ждет вас немного впереди, ну а я решил записать это небольшое обращение к вам, связанное вот с чем. Я в предыдущем обращении говорил вам и обещал делать обзоры на Гран-при Формулы-1, так вот я создал один обзор на предыдущие Гран-при Венгрии, Гран-при Венгрии 2015 года и выложил его на YouTube, но у меня его тут же забанили по авторским правам и три дня я пытался что-то переделать, постоянно прибегал к разным хитростям, дабы обойти какие-то запреты, но, к сожалению, у меня ничего не получилось и YouTube продолжает его блокировать по видеоряду, говоря, что авторские права принадлежат Формула-1 менеджмент. Можно было бы, конечно, еще пойти на хитрость, но я не хочу. Я не хочу рисковать репутацией своего канала и раз так получилось, значит, рано или поздно это видео все равно будет заблокировано и репутация канала пострадает. Поэтому, к большому сожалению моему, наверное, придется отказаться от этой затеи, по крайней мере от затеи обзоров. Может быть, в дальнейшем я придумаю какие-то новые передачи, новые видео, но обзоров в ближайшее время не будет. Прошу у вас прощения, но это связано, ну скажем так, с непреодолимыми обстоятельствами. Я очень огорчен по этому поводу, у меня были довольно большие планы на этот счет, но придется пока от них отказаться. Но так как обзор готов, все-таки я его выложу у себя на странице ВКонтакте завтра, 20-го числа. Поэтому те, кому интересно, могут зайти ко мне на страницу и посмотреть его там. Ну что же, вот, собственно, этому и было посвящено мое обращение к вам. Надеюсь, что вы сильно не расстроитесь. И благо, нет худа без добра. И, в общем-то, то, что я откажусь от обзоров Формулы 1, это высвободит у меня больше времени на прохождение наших с вами любимых игр прошлого. Вот так что ждите, в скором времени появятся новые серии. Ну а сейчас желаю вам приятного просмотра очередной серии моего прохождения Гран-Туризма 2. Итак, смотрим. Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители. С вами снова Скудер. А значит, это 17-я серия моего прохождения игры Гран-Туризма 2 для первой PlayStation. Ну что же, в прошлой серии мы с вами приступили к заработку крупных денег. Прошли серьезный чемпионат турбовых машин, заработали парочку неплохих тачек, в том числе Низма 400Р, прокачали ее. Ну и в этой серии мы продолжим в том же духе. Пойдем в специальные ивенты и будем добивать там очередной довольно серьезный чемпионат. Ну и как обычно, в общем-то, нам в этом поможет. Опять же, на первых порах наш супер-скайлайн R30, который не один раз нас уже выручал. И в этот раз ему опять предстоит нам помочь. Вот. В этой серии, я думаю, мы, ну если успеем, пройдем тоже парочку чемпионатов. Вот, давайте попробуем, как себя покажет в этом чемпионате наш R30. Супер-спидуэй, серьезный чемпионат. Не знаю, возможно даже не получится здесь выиграть впервые. Потому что здесь, по сути, круговая трасса. Здесь нужна мощность. Ну, посмотрим. Ой-ой-ой, как они от нас уезжают. Как же они от нас уезжают? Наверное, придется не сладко. Ну ладно. Русские не сдаются. Ну, по крайней мере, в поворотах они тупят. Они в поворотах слишком сильно тормозят. Да. И в этом наш шанс. Так-то они, скорее всего, мощнее нас. Тут уже, видите, участвуют абсолютно гоночные тачки. Ну, как, собственно, и наш Sky. Абсолютно гоночный концепт-кар, но... Ну, смотрите. Мы их буквально топчем и здесь. Да. По-видимому, беспредельные возможности этого Sky. Но, все равно, это, конечно, хорошо. С одной стороны, а с другой. Не очень интересно на одной и той же машине проходить все чемпионаты. Поэтому, заработая себе неплохие деньги, возьмем какой-нибудь болид другой. Посмотрим, что нам прикупить. Думаю, в этой серии мы заработаем неплохие деньги. И уж на что-нибудь нам хватит приличное. Кстати, вот эта трасса суперспидлой, это... Ну, отчасти можно сказать, что это еще одна реалистичная трасса. Единственное, она называется здесь, конечно... Ну, так... Довольно банально. Суперспидлой. Ну, вообще, это... Скажем так... Прототип, что ли, или как назвать. Ну, в общем... Похожа эта трасса на... Твин ринг Мотеджи. Японское кольцо тоже. Оно вот такое вот овальное. И один поворот у нее тоже немножко уже, другой чуть шире. И оно очень похоже на это кольцо. Но доказательств этому никаких нету, потому что название у него совершенно другое. Ну вот, опять мы выиграли. Это, конечно, не может не радовать. Очередной полтинник у нас в кармане. Сейчас посмотрим, что же нам дали. Прям нравится мне это ощущение. Ожидание. Трепетного. Что же, что же у нас появится в гараже. И это очередной Майнс. Ну, если честно, нельзя сказать, чтобы я был особо рад этому. Опять Майнс, опять... Что же такое-то с этими Майнсами? Они нас просто засыпали. Ладно, если нам удалось выиграть на абсолютно скоростной трассе, то, думаю, на Special Stage R5 проблем возникнуть тем более не должно. Хотя, посмотрим. Всегда могут быть неожиданности. Кстати, впереди нас неплохой болид тоже в Вентури Атлантик. Классная тачка. И вот впереди нас Сален SR White Body. Это, по-моему, Special Model Sallena. Как и в Вентури, собственно. Это тоже Special Model. В Вентури. И вот Opel Calibro тоже, кстати, по-моему. В общем, тут одни специалы собрались. Противостояние, в общем, Special Model. Там, по-моему, также был Viper. Ну, я, если честно, ожидал противостояния не столь ожесточенного. Ух. Да, действительно, Viper и лидирует у нас никто иной, как GT1. Toyota GT1. Это тоже Special, так что, кроме нас, здесь просто одни Special Model. GT1 тут... Немножко я, правда, не прав. Вот именно этот GT1, это не Special Model. Да, в Toyota есть Special Model GT1, но она другой раскраски. И этот вот в спонсорской такой раскраски. Special Model же в Toyota, она чисто красная. А вот этот GT1, если я не ошибаюсь, поправьте меня, если я все-таки ошибаюсь, те, кто в курсе, это как раз-таки, вот, дают за прохождение лицензии либо International, либо вообще суперлицензии. Лицензии класса S на золото. Вот дают такой вот GT1. Я его не зарабатывал. Вообще, я во второй части Гран-Туризма на золото тоже пытался сдавать. Мы с Лехой также пытались проходить на золото лицензии, но вот, черт возьми, а ну, что-то не идет вообще эта трасса. Да, в принципе, сражаемся на равных, но как-то я не собрался с мыслями. Ну, надо бороться за дело, а то осталось-то, в принципе, два круга по большому счету. Так вот, насчет лицензии на золото. По-моему, лицензию класса B и A только мы сдали на золото. Может быть, еще C International. И все. Поэтому я даже толком не знаю, какие здесь машины даются за лицензии на золото. Ну, еще раз повторюсь, Гран-Туризма 2 я знаю не настолько хорошо. Во-первых, потому что у меня оно появилось гораздо позже, чем первая часть. И в тот момент, когда у меня была вторая часть, у меня было уже очень много игр, которые тоже мне нравились, которые требовали на себя большого внимания. Их нужно было и хотелось проходить. Поэтому именно на Гран-Туризма 2 было уже не столько внимания уделено, нежели на первую часть, когда, по сути, у нас тогда было с Лехой всего там пару-тройку дисков во времена первой Гран-Туризма. И, в общем-то, вскоре после прохождения Гран-Туризма 2 первый раз я свою первую Соньку-то продал. Вот, поэтому, ну, вот так получилось. Да и вообще, в моем листе любимых частей Гран-Туризма 2 вторая часть, она далеко не на втором месте. Поэтому она мне, если честно, нравится гораздо меньше, чем первая. Не знаю. Может быть, как раз вот по этой причине, что я не столько времени ей уделял, не так я ее хорошо знаю, как первую. Вот, поэтому она у меня как-то не так сильно запала в душу. Хотя, вроде бы, она по всем параметрам круче первой. И вот, смотрите, заразы, в последнем повороте, эх, вот не удалось зацепить Вайпера. Ну, все, напрямой, конечно, нам его не достать, он мощнее. Ну, вот, недооценил я, тут еще и ГТВан атакует. Недооценил я этот чемпионат. Да. Собственно, не настолько он сложен, чтобы его не выиграть, просто не хватило внимания, что ли. Ладно, ничего страшного, перепройдем. Явно здесь не будет такого, как там, у нас была борьба с лотусом. Нет, здесь такого не будет, просто это, ну, бывает, бывает. Бывает, в гонках не всегда выигрываешь. Давайте, дабы немножко остыть от этой гонки, пройдем следующую. И вот, как раз она, великолепная трасса, про которую я не раз уже говорил в ходе своих прохождений. Red Rock Wallet Speedway. Великолепная просто трасса, отличная. Это, наверное, одна из любимейших моих трасс вообще, во всей серии Гран-Туризма. Очень жаль, и мне непонятно, почему ее нету в пятой, шестой частях. Она здесь так вот. Ну, это очень скоростная трасса, и она на закате тут еще так сделана. Очень классная трасса. Практически все повороты профилированные, а потому проходятся на очень высокой скорости. Здесь практически нет медленных поворотов, только быстрые, очень быстрые. Ну, есть парочка средних. Поэтому это настоящий рай для гонщиков. Такая вот трасса. Кстати, напишите в комментариях, нравится ли она вам, и хотелось бы вам, чтобы ее воссоздали в будущих частях Гран-Туризма. Ну, или, может быть, еще в шестой части. Хотя в шестой части вряд ли уже что-то будет добавлено серьезное. Вот, кстати, Audi TT-шка LM Edition, как мы видим. Я про нее говорил в прошлой серии. Классный агрегат. Очень он гибкий такой. То есть, может на равных сражаться с гораздо более мощными машинами. Что-то у нас вперед так убежало. Как бы это не Viper опять был. Нет, это не Viper. Это не Viper. А, это Venturi, по-моему. Опять Venturi. Тоже классный агрегат. А, вот. Прям идет так четко. Блин, я когда вижу этот закат, я просто... Ну, так я и вижу вот эту трассу на движке шестой части. Вот в этих сумеречных таких вот условиях. Блин, ну, просто четко. Вот видите, тоже горят уже фонари. Она есть в четвертой части, эта трасса. Там, естественно, уже и освещение гораздо лучше. Правда, но там все равно нету реалистичной смены дня и ночи. Но все равно классно смотрится. А уж как бы она смотрелась на движке шестой. Остается только мечтать. Не знаю, правда, есть ли она в третьей части. Хотя, по-моему, вот на скриншотах в журнале в моем стареньком Official PlayStation Magazine, по-моему, там как раз вот когда о красотах говорили Gran Turismo 3. Это тогда еще 2000 год был. Там как раз, по-моему, были скриншоты вот с этой трассы. Соответственно, насколько я могу судить, в третьей она все-таки должна быть. Хотя трасс там немного. В третьей части я помню, там их, ну, может быть, тоже чуть больше 10. Ну, может быть, 15, где-то так вот. То есть третья часть, по сравнению даже со второй, она очень сильно уменьшилась. Ужалась в объемах, машин там стало гораздо меньше. Трасс, чемпионатов. Ну, правда, говорю, чемпионатов. Хотя, не знаю, может быть, конечно, и нет. Но, судя по тому, что там трасс меньше, конечно, чемпионатов больше там стать никак не могло. И это мне даже нравится. Я вот прям жду не дождусь, когда мы с вами приступим к прохождению третьей части. Я очень, естественно, хочу этого. Руки так и чешутся. Кстати, я вот буквально сегодня разговаривал со своим еще одним друганом. Он живет, правда, в соседнем городе, не в моем. У него тоже есть PlayStation 2. И, ну, так скажем, подстраховался. Если не получится взять Соньку с того друга, с которым первым вот общался, то он тоже согласен мне предоставить свою. И у него есть, у него есть самое главное вот что. Gran Turismo 3. У него есть. И она даже, более того, лицензионная. Вот. И это, ну, просто прекрасно. На второй Соньке я вообще ни разу в лицензии не играл. Но на первой у меня были парочку дисков. А вот на второй ни разу их не видел даже в глаза. Так что, ребятки, будем проходить, скорее всего, лицуху, лицензионную версию Gran Turismo 3 Aspect. Ну вот, на второй PlayStation. Так что, ждите. Так, ну, тем временем мы одолели эту прекрасную трассу. Довольно-таки легко. Правда, пришлось пободаться чуть-чуть с Вентури. Что же, посмотрим, что нам дали. Здесь должны дать хорошие машины все-таки. За этот чемпионат. Я помню, что здесь мы зарабатывали хорошие тачки. О, видите, что нам дали. Отлично. Просто великолепно. Как машина это просто хлам. Никакущий. Но это вот фарм денег. Это, ребятки, еще вот одна, да, гонка. На которой можно фармить деньги. И фармить деньги очень неплохие. Очень неплохие. Вот, видите, больше полмиллиона за один буквально проезд по Red Rock Wallet Speedway. И теперь у нас уже серьезная сумма денег буквально вот за одну гонку. Так, ну давайте вторую попытку совершим на Special Stage. Я так воодушевился, проехавшись по Red Rock Wallet. И сейчас, собравшись с мыслями, надо все-таки выигрывать здесь. Что же мы. Негоже позорить наш супер болид. Вы издеваетесь, по-моему, аж две Вентури здесь. Да, это не сулит нам ничего хорошего. Самое главное, вот, постараться их прорваться в первых вот поворотах, на первых вот, на первом круге даже. Потому что потом будет сложнее немножко. Да, две Вентури точно. Но вот зачем это делать? Ставить в одну и ту же гонку, при наличии всего шести машин на трассе одновременно, ставить две машины одинаково. Что у них за вот, интересно, рандом-то такой в движке, не знаю ли это. Странно, странно вообще это все. Машин такое множество, великое здесь. Не все есть машины толком даже купить, естественно. Ну, хоть возможность было бы больше количества машин увидеть на трассе, но и то здесь они, разработчики, неким таким образом нас лишают этой возможности, ставя вот одинаковые тачки в одну и ту же гонку. Ну вот, выбрались мы на первое место. Теперь главное это дело удержать. Вот на прямых не выпустить, потому что на прямых все-таки мы проигрываем. Особенно вот позади, я смотрю, уже вырвалась Вентури. Нельзя, ребят, снова выйти вперед, потому что агрегат серьезный. Я тут почему ухожу в сторону, потому что... Ну, дабы не давать им слепстрим. Не знаю, кто-то может еще и не верит в то, что он здесь существует, но мне кажется, я вам уже доказывал это и проверяли мы с вами несколько раз, что слепстрим здесь есть. Вот, и даже в первой части он был, естественно, тоже присутствует, поэтому я вот на прямых стараюсь уходить с траектории, если нахожусь впереди. Если будет видно, что они мощнее на прямой, да, они и так немножко приближаются, но если ехать по траекториям, то они будут делать это еще быстрее, шустрее. Вот, а так все равно видно, и если что, можно всегда их заблокировать, если уж сильно они приблизятся к нам. Ну, ехать вот здесь справа. Зачем лишний повод давать им ускоряться? И, кстати, если еще раз вернуться к PlayStation 2, я когда ее продавал, она у меня, в принципе, не так долго пробыла. Было у меня всего там, может, диска 3-4 на нее, в том числе была и Gran Turismo 4. И я когда ее продавал, у меня просто не хватило, не знаю, что, духу, сил продать ее вместе с Gran Turismo 4. То есть я Соньку отдал покупателю, а 4-ю Gran Turismo так и оставил этот диск у себя, и он так до сих пор у меня и есть. Вот он лежит рядом со мной, тут на полочке, греет мне душу своим присутствием. Вот я так иногда его беру, там в руках верчу, вспоминаю. Были времена, в нем еще даже до сих пор чек сохранился. Я его не сам покупал, а давал еще в те времена деньги своему другу, ну, Лехе, о котором я много раз рассказывал. И он с Владивостока мне привез на эту четвертую часть. Вот. И мы с ним начали благополучно зарубаться в нее. Так что вот. Настолько сильна притягательность четвертой части, что вот я не смог я ее отдать, не смог. Я с ней буквально сжился. Хотя, на самом деле, помню тоже, Гран-Туризма четвертая, она настолько обширная, она еще больше, чем вот вторая часть. И я ее, ну, точнее, мы вот с Лехой ее до конца, ну, по крайней мере, как до конца. Все чемпионаты мы тоже там не прошли. То есть, там много же чего нововведений, какие-то драйвин-миженс, там были вот задания специальные. И мы не все их прошли. Чемпионаты-то, по-моему, все. А вот такие что-то более специфическое. Там, по-моему, заводские вот эти чемпионаты вернулись. Не помню, если честно, уже вот. Кстати, напишите, пожалуйста, те, кто в курсе, в комментариях, есть ли в третьей, четвертой частях вот эти заводские чемпионаты. Это вот такой серьезный вопрос, который меня волнует. Напишите, пожалуйста, в комментариях, те, кто знает. Так, ну, что же нам дали? Ой, ну, опять Майнс. Да что бы вас, а? Ну, просто, ну, действительно, Майнс, наверное, проплатил не то, что чемпионат, он, наверное, разработку игры проплачивал. Просто, ну, вы гляньте, засыпают этими Майнсами. Так, ну что, давайте прикупим болидик. Я про него говорил совсем недавно. И вот он, спешила модель. Тут вот коровы есть. Вот он, ГТ-1, Роад Вёржин. Тут есть еще Томс Супра Кастрол. Немножко она видоизменилась со времен первой части. Ну, более реалистично стало выглядеть. Да, покупаем мы ГТ-1. Благо, деньги есть, но теперь мы нищеброды опять с вами. И давайте на нем мы еще одно нововведение протестим. Покажу я вам. Тем более, что в комментариях просили. Это появилась возможность тут вот немножко кастомизировать машину. Мелочь, как говорится, приятно. То есть, помимо перераскраски, можно еще выбирать диски здесь. На машину можно ставить, на любую машину. Довольно неплохой выбор дисков, но не сказать, что это такое уж крутое нововведение, но тогда, в те времена, я помню, мы там с Лехой частенько меняли диски на машины. Сейчас у меня особого восторга это не вызывает, но прикольно, прикольно. Вот разные всякие есть. Надо что-нибудь под цвет подобрать, чтобы он у нас такой красный был. Кстати, вот диск, вот этот вот красный слева, вот он у меня и стоял, я прям помню. Так что, давайте я его, наверное, и возьму. Теперь у нас вот ГТ-1 с такими вот дисками смешными, полностью крытыми. Ну и теперь у нас, так как тачка прокачана просто по полной, давайте добьем все-таки этот чемпионат всех звезд, серия затягивается, так как ну, чемпионат довольно длинный, тут 5 целых трасс, да плюс еще с первого раза не получилось там пройти гонку, так что, наверное, только этим чемпионатом мы обойдемся. Я думал, что может успеем парочку пройти, но не стоит. Итак, серия затянулась, добьем этот и закончим. Ну, смотрите, да, стартуем-то мы не очень. Тут, кстати, вот ГТ-1 он сам по себе очень мощный, то есть это спешл модель и он у него почти 600 лошадей, но мы все равно по мощности скорее всего проигрываем вот даже многим сейчас здесь представленным машинам, но уж Вентури это точно и вот еще один классный здесь болид представлен Ниссановский это тоже Лимановский спортпрототип такой R390 R390 GT классная тоже машина его можно заработать насколько я помню не помню где, но за какой-то чемпионат его дают еще тут вот Lotus у нас GT появился впервые кстати по-моему это тоже спешл модель это по-моему разновидности Лайза ну такая уже чисто гоночная абсолютно экстремально гоночная версия его как-то он у меня был по-моему но 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 я не помню как он управляется ну скорее всего раз не помню значит не так плохо как Лайз вот этот 190 который у нас был который меня просто выбесил так что-то как-то не получается знаете есть какая-то проблема возможно я кстати не договорил как вот он довольно мощный ГТ-1 но на него можно поставить турбину по-моему даже четвертой стадии у него покупается все-таки турбина и ой-ой-ой еще и подбрасывает ну да у него очень жесткая подвеска и поребриков лучше избегать не задалась гонка фух и он становится у него под тысячу лошадей или даже за тысячу становится когда его полностью прокачать но он становится тогда очень таким резким менее послушным поэтому на максимальную мощность его лучше не прокачивать и сейчас вот у меня стойкое такое чувство появилось что у него еще и тормоза наверное не прокачаны потому что ну как-то тормозной путь уж слишком длинный я вот почему собственно и ошибаюсь постоянно меня выносит постоянно я стукаю что ну несет его несет по идее должен он успевать оттормаживаться ну как как мне кажется вот ощущение прям стойкое что не так работают тормоза соответственно я делаю вывод что да надо надо наверное тормозами купить сейчас мы тогда доедем гонку не знаю с такими тормозами прятать здесь получится выиграть потому что машина очень мощная уже очень быстрая а с ну не знаю токовые тормоза или нет у него но по крайней мере не гоночные мне так кажется выиграть будет очень сложно после гонки зайдем обязательно и посмотрим и надо наверное ему будет все таки ну может быть первую или вторую стадию турбины все таки поставить совсем надо привыкать если тормозить раньше чтобы правильно ходить по вороту тогда тоже будет теряться время сложно сложно смотрите как до третьего круга у нас время было 1.28 правда на целые 10 секунд быстрее я все таки поехал но даже этого недостаточно да что то явно не то с машиной вообще тут вот мы в предыдущей гонке видели GT1 который дается за лицензию а вообще их тут целых три модификации разных я честно не знаю чем они отличаются потому что управлял я только вот этим то есть спешл модель которую можно купить с деньги два других GT1 их где-то они даются где-то их зарабатывают так как все чемпионаты были пройдены тогда еще в детстве но у меня по-прежнему был один только GT1 соответственно я делаю вывод что наверное их оба дают за лицензии не не понятно тогда это хотя может я ошибаюсь опять же те кто в курсе те кто знают подскажите прав ли я либо нет да но тем не менее их точно знаю что их здесь три разновидности по крайней мере внешне они отличаются только окраской каких-то более выделяющихся отличий нету у них так ну вот видите третьим все-таки финишировал я но надо сейчас будет смотреть надо смотреть что же с ним не то вот еще и покрышки у него смотрите все куплены я подумал что может еще покрышки как-то подвески у него даже нету ну хотя какая у него может быть подвеска в магазине если это чисто гоночный спорт прототип естественно у него сразу же стоит давайте турбину купим все-таки первую стадию ему на 100 лошадок он у нас мощнее станет так ну и тормоза а а вот это неожиданность я был полностью уверен что тормоза интересно интересно блин почему же тогда так он тормозил вот еще с резиной вы же видели что резина у него вся куплена а какая интересно стоит тогда надо сейчас будет зайти проверить потому что ну потому что раз у него тормоза все-таки стоят гоночные ну купить раз их нельзя значит у него уже стоят гоночные а вот резина куплена все комплекты интересно о чем же мы с вами катались да вы что шутите что ли нормал мы на дорожной резине с вами катались охренеть ну естественно ничего себе поэтому отсюда такой тормозной путь длинный и поэтому так таскала супер софт конечно ребята вы что ой ну додумались а главное тормоза тоже вот нормал стоят рейсинг даже нельзя поставить ну видимо это как бы считается нормал это то что у него уже стоит по умолчанию гоночное все у него в общем-то ничего купить нельзя было ничего поэтому он в стоке уже видимо полностью гоночный ну это и понятно ну с резиной блин конечно это они прям подосрали все комплекты главное куплены а стоит на нем стоял дорожка блин ну это ж надо додуматься это диверсия была просто кто-то нам перед гонкой заменил комплект резины ну сейчас я думаю дела пойдут гораздо лучше мало того что мы качнули на мощность но это даже не столь важно резина супер софт ребята это сейчас совсем другое дело будет да конечно он сейчас тормозит гораздо резвее просто у меня вцепление сейчас ну о чем тут можно говорить естественно на резине супер софт а да интересно вообще отсюда у меня возникает вопрос интересно может быть у машин которые мы покупаем или которые дают возможно тоже ну как бы что-то куплено уже изначально и просто не установлено вполне может быть такое потому что я помню такое бывало даже в первой еще части там помню мы с Лехой зарабатывали как-то как-то супру рз да и нам ее дали естественно она была не прокаченной но мы как-то не знаю почему мы хотели то ли на стройках поковыряться то ли что зашли в настройки смотрим там в запчастях все куплено просто стоят стоковые детали а рядышком куплены все гоночные запчасти их просто нужно было поставить на место стоковых и все и просто пощелкать в настройках как бы тачки и все у вас уже под руками абсолютно прокаченная супра рз единственное по моему она не была облегчена и все а так абсолютно все детали на мощность подвеска тормоза ну все было куплено мы тогда так обрадовались и стали больше бдить за этим смотреть но это было по моему всего один раз а нет и по моему еще импрезу как-то давали так же да вот пару раз это было ну по крайней мере на моей памяти и то что мы вот именно заметили так и здесь видите вот мы взяли гт1 со всеми купленными комплектами резины уже ну это может именно потому что это чисто гоночный аппарат и на какой-то другой резине он невозможно в нем ездить хотя как невозможно на нем стояла дорожка обычная ну в общем интересная ситуация так ну тем временем конечно дела гораздо лучше пошли мы лидируем и с лучшего круга вот где-то пару секунд сбросили за счет резины кстати вот по этой трассе именно рим самая длинная гонка во второй части нам предстоит самая длинная она здесь ограничена будет даже не количеством кругов а временным отрезком то есть как ты не старайся как быстро не едь просто количество кругов больше проедешь за отведенное время двухчасовая гонка предстоит то есть надо будет два часа проехать два часа плюс один круг ну вот прошу прощения вот кстати еще немножко улучшили время прохождения круга и помню я проходил этот чемпионат двухчасовой на NSX здесь прокачанных NSX гораздо больше чем в первой части здесь даже в спешл моделях по-моему их чуть ли не штуки три а давайте я сейчас попробую их перечислить даже помню все Raybrick NSX Mobil NSX и Takata NSX да три по-моему три но те которые я назвал они точно есть и возможно есть еще какой-то спешл модель может и нету причем фишка в том что они ничем не отличаются только внешностью с краской спонсор ну соответственно первое в названии слово это название спонсор так ну вот тем временем мы выиграли благополучно ну в равных условиях теперь выступали и в общем-то трудностей не возникло на NSX кстати помню было очень сложно проходить эту гонку он такой тоже довольно своенравный хотя не так сильно козлит как в первой части ну плюс здесь покрытие гораздо ровнее на вот этой трассе Рим чем на Гранд Волле 300 км которые мы проходили в первой части так ну давайте посмотрим что нам дали о ну наконец-то хоть что-то ну не Майнс так это у нас Томми Кайро Зизи 2 по-моему так называется кстати она у нас среднемоторная это тоже очень хорошо классно когда дают такие машины на вырост так скажем и мы на ней сможем пройти среднемоторный чемпионат не весь конечно ну скорее всего две последних или вообще одну последнюю гонку где ограничение по мощности большое так ну что же последняя гонка Лагуна Сека Рейсвейн американская трасса ну думаю здесь тоже будет довольно сложно с ними справиться потому что трасса специфическая для таких чуть более машин мощных уже хотя в реальности на ней выступают да лимановские болиды эта трасса есть в АЛМС в американской серии Лиман и там благополучно гоняют такие монстры все равно вызов вызов большой проехать по этой трассе она довольно узкая на ней тесновато на таких уже мощных суперкарах все мне не дается этот последний поворот частенько почему-то в нем ошибаюсь сих пор с дружью вспоминаю как мы ехали на этой трассе на мускулкарах блин и как меня этот форт к обошел в последнем повороте тоже пару раз было ну ладно это все дела минувших дней надо сосредоточиться на гонке поворот штопор тут интересно что как-то так странно сделано вылетаешь когда на обочину скорость по-моему вообще не сбрасывается хотя по идее здесь песок машина вязаной должна но здесь обочины почти во всех поворотах не страшны можно довольно смело вылетать главное не долетать до бортика по песочку можно поездить в принципе довольно широко выходить и это ничем плохим не сулит а вот только если ближе к борту туда вылетаешь там уже такой качковатый грунт вообще считаю машина одна из лучших во второй части по крайней мере мне она очень нравится и помню в четвертой части мы с другим моим другом не с Лехой мы прокачивали лучшие машины которые были в четвертой части и разгоняли их на тест-курсе в четвертой части как я уже говорил он 10-километровый там есть где развернуться по части максимальной скорости и вот мы там сравнивали самые мощные болиды и ну так скажем в финал у нас вышли Сузуки Скудо Пикс Пик Вержин и вот как раз таки ГТ-1 и в четвертой части если вы помните там есть еще и закись Азота появилась ну и в общем по максималке выиграл все-таки ГТ-1 буквально там несколько километров в час считанные километры но выиграл ГТ-1 у Сузуки Скуда у них у обоих там больше тысячи лошадей мощность и максималка была у ГТ-1 там 524 километра в час а у Сузуки Скуда по-моему 520 или 519 в общем там 5 километров была разница но ГТ-1 таки одержал победу по-разному мы пытались там их разгонять и с помощью Азота и с помощью Слипстрима разгоняли то есть прям ставили на двоих например и на тест-курсе разгоняли брали два ГТ-1 сначала например и друг друга разгоняли в аэродинамическом мешке потом выходили из него резко когда сближались с передней идущей машиной и врубали еще азот ну в общем разные там способы были ну вот в итоге до 524 нам удалось разогнать вот непосредственно вот этот ГТ-1 сумасшедшая конечно скорость но во второй части мы таким не занимались ну как я уже говорил во вторую вообще гораздо меньше играли меньше внимания уделяли так ну что прошли мы все-таки лагуну секу немножко поправили финансовое свое положение посмотрим сейчас что нам дали главное чтобы не майнс ну правда надоело уже майнс эти да и это не майнс это как раз таки вот R390 GT только это road car дорожная версия ну хорошая машина но конечно лучше ее версия которая прокаченная классная машина помню так ну давайте на этом закончим серию в следующей серии мы тут машин поднакопили у нас будет чем заняться вот буквально на вот этом ZZ2 пройдем мы среднемоторный чемпионат может быть еще чемпионат выгонов пройдем ну в смысле универсалов ну а сейчас закончим спасибо что смотрели спасибо что комментируете ставите лайки мне это очень приятно никогда не устану об этом говорить спасибо вам огромное за это ну и подписывайтесь те кто не подписался комментируйте продолжайте ставьте лайки если вам понравилось ну и увидимся в следующей серии с вами был как всегда скудер всем пока и удачи